А мы находимся на фестивале песчаных скульптур на Петроградке. Спонсорами предприятия видим Эльдорадио, потому что первая скульптура у входа посвящается ему. Далее мы видим вот такую вот интереснейшую скульптуру, похожую на кадр из кавказской перницы, но не совсем так. Эта скульптура называется Кавказское застолье. Далее следующая скульптура какая-то восточная. Сейчас подойдем ближе, посмотрим, как она называется. Обратите внимание, там вот выстроены домики, все очень хорошо промутано. А скульптура глубокая. Так, она посвящена на самом деле Тибету. Да, Тибет. И видно автор, Племенко Дмитрий. Дальше сразу за этой скульптурой, прямо по курсу у нас что-то такое интересное. Я на самом деле без репетиции просто первый раз, вот грубо говоря, так же, как вы первый раз, ты видите. То есть так же я первый раз это вижу. То есть я не репетировала, предварительно не читала, не смотрела. Сейчас посмотрим, что... О, это храм Петра. Автор, цилибровский Сергей. Храм Петра. Вот такая вот скульптурка. Следующая вот такая, за ней идет скульптура. Что-то вроде слона или мамонта. Индийский слон в Индии вряд ли были мамонты. Потому что были, не знаю, не сильно в биологии. Да, очень интересно. А называется она Ганеша. Далее идет такая вот миниатюра. Ну, на самом деле не миниатюра, просто по содержательности она не такая объемная. Ну, что-то вроде мамонты. А следующая скульптура. Блин, солнце бьет глаза, я ничего не вижу. Австралия. Скульптура вот такая. На самом деле бьет солнце в глаза, не вижу ничего. Надеюсь, что вы видите. А дальше видим полярных мишек. Скульптура называется Северный полюс. На самом деле, ребят, кто захочет посидеть этот музей, лучше ведите либо утром, либо ближе к вечеру, когда не будет так солнце бить в глаза. Потому что мне вот некоторые скульптуры смотреть прям болезненно. И ничего не видно, потому что бьет в глаза солнце очень сильно. Вот такая остроносая, что-то вроде ракушки. Да, ракушка такая. А вот там вот идет как бы какой-то такой вот индеец. Индеец. Если быть точным, перепутала Индию и Северную Америку. Вот его, видимо, жена с ребенком. Дикие волки. И как называется? Северная Америка. Все правильно, Северная Америка. Далее у нас тут машинка. Пальмы. Скульптура называется Куба. То есть у нас же и Южная Америка тут присутствует. Ну, Южная Америка, конечно, это не совсем Куба, но... Недалеко ушла. А это у нас сейчас что-то какие-то... Африканские мотивы. Нет, не африканские, Бразилия. Сейчас меня, наверное, упрекнут, несомненно, безграмотность. Скажут, ничего не знает, ничего не умеет. Ну, ладно, ничего, я бережу. А вот здесь у нас осьминог. Здесь там вот рыбки, похожи на те, что в поисках Нема были. Вот здесь осьминожек. Далее у нас какая-то большая рыбина такая, как уголь. Очень, кстати, очень здорово сделано. Морские звездочки. Ну-ка, и с этой стороны... Ну, вот она вот так выглядит. Название мы прошли, не будем возвращаться. Следующая скульптура называется Италия. Вот здесь так и понимаю, что Колизей нарисован. Честно, с трудом вижу, потому что опять мне солнце в глаза бьёт. Колизей, Колизей там вот... Не знаю, постараюсь сейчас отойти по подаче, чтобы было видно всё. Против солнца неудобно снимать. А это какая-то скульптура. Кстати, очень известная вот эта голова, вот эта гипсовая скульптура. Но не могу вспомнить, какая. К сожалению, школу давно закончила. А следующая скульптура называется Африка. И вот она какая. Вот прям вот такая вот. Она местами плоская, и как бы на ней вылет орнамент. А с этой стороны интересно так, как будто голова африканского человека. Дальше тут сидят люди, чтобы их аккуратно обойти, переходим к следующей скульптуре. Так, я подозреваю, что это будет что-то египетское. Вот, смотрите, видно тут вот Нефертити, её страж. Да, Египет называется. А далее, я так понимаю, что ещё какая-то царица. Здесь просто, как бы, какие-то, возможно, рабы той самой Нефертити. Ну, или Преопатри, не знаю. А следующая скульптура, кстати, очень крутая. Мельницу мы видим. Дальше мы видим двух влюблённых. Башню. Так, аккуратно проходим. Называется она Париж, как мы уже увидели. Ой, я сейчас чуть не упала. Так, осторожно проходим. Называется она всё-таки Франция, а не Париж. Ну и она, да, вот её можно обойти с этой стороны. Теперь смотреть так. Вот это такая вот. Далее идёт вот такая вот какая-то небольшая миниатюрка. Вот такая. Называется Мир Дюганец. А следующая, смотрите, обратите внимание, видите, как поливают их. Сейчас сухо в Питере, их поливают вот так со шланга водой. Вот эти вот самые скульптуры. Вон, какие они красивые и большие. Их поливают водой. Для чего это делается? Видимо, чтобы они не рассыхались и не ломались. Вот эта скульптура, наверное, всем скульптурам скульптура. Она огромная, высокая, красивенная. В виде какого-то замка сказочного. А, ну, да, это и сказочный замок, я угадала. Вот мы обходим его. Вот так вот. А здесь вот такая небольшая миниатюра, и здесь написано название городов. Я так понимаю, что это все авторы, которые вот, соответственно, трудились над скульптурами и оставили какой-то автограф. Вот, видите, Екатеринбург, и под ним фамилия Соловьев, Зверев, Руслан. Так, проходим к следующей скульптуре. О, это же пингвинчики, смотрите, какая милота, пингвинчики. А скульптура называется Антарктида. Вот, обойдем со всех сторон. Ну, вот такая вот, да, пингвинчики, где-то в Антарктиде, в Альдине. А здесь, в этой же скульптуре, смотрите, котеленчик. Какой милаш! Следующая такая вот, как бы, стена огромная. На ней мы видим мишку полярного, а потом какого-то дракона. Вон, он, смотрите, туда уходит. Мы еще посмотрим внимательнее. А здесь видим скульптуру медведей. Медведица, видимо, с медвежонком. А, причем едят они, видимо, бамбук. То есть, это, скорее всего, панда. Продолжение нашего дракона. Потом дерево. Похоже на сакуру. И действительно, скульптура называется Китай. То есть, скорее всего, это та самая сакура. Далее у нас мы видим ясно покемона. Ну, собственно, китайский научит. А следующая скульптура, почему-то, называется Япония. Состоит она из рас, волка или собаки. И еще одного. Возможно, это та самая Хатико, японская знаменитая собака. Никто не знает, но похоже. Далее мы видим пальму с крабами. Зонтик. Еще пальму. И видим какого-то мужчину. Он напоминает отдаленно борца Сумо. Ну, что-то в очках. Возможно, что просто отдыхающий на пляже. Следом, смотрите, какой интересный. Напоминает Петропавловскую крепость. Так, это и есть Петропавловская крепость. Видите, сзади на стене. А потом наши питерские сфинксы, львы. И скульптура действительно называется Санкт-Петербург. Очень интересная выставка. Всем рекомендую. Пока. С вами была Таня Вишневская. Субтитры создавал DimaTorzok